Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Сегодня будет распаковочка посылки от моего любимого магазина Aroma Boutique. И все скидочки и ссылочки специальные для получения оных вы найдете в описании. Пожалуйста, идите. И приятных вам покупок. Тем более, сейчас стартовала новогодняя распродажа на сайте Aroma Boutique. И цены на какие-то позиции еще вкуснее и интереснее. С моим промокодом будет совсем здорово. Я, по-моему, в этом ролике уже обещал вам прям новогодний розыгрыш призов. Но это как будто немножко неочередной ролик, потому что смотрите, как они мне вот в каком виде прислали. Как будто вот жесть не умещалась, да, содержимое. И они наспех все это вот так залепили. Аж на вот розовенький пакетик их фирменный торчит отсюда. Я не мог к ней. Я хотел отложить эту посылку, но теперь не могу. Тем более, если что-то не так, я буду жаловаться. Разумеется. И вот мне интересно, напишите в комментариях, вот кто как считает. Это упаковывает все-таки, упаковывает сам интернет-магазин или вот в данном случае их партнер с ДЭК. Я понять не могу. Кто-то говорит, что сам прямо магазин за это, за все в ответе. Ну, не знаю. В общем, распечатываю. И что тут рассусоливать, да? Попробую еще распечатать. Нормально, чтобы что-нибудь не пропоросить. Как вы говорите. У меня, вон, посылочки с новогодними подарками я распечатывал, ну, почти что не на камеру, на приватную камеру, не для выкладки на канал. Палец-то я себе там пропорол, знатно, между прочим. Так что, видите, прямо на кусочки все, на кусочки. Ну и ладно. Кто вот так, вы понимаете? Вот оно, вот оно, оно же вот прям торчит же, развышает. От степплера. Острая фигня. Чуть-нибудь ранился опять же. Короче, пакетик. Пакетик. Нервничаю даже. Пакетик, фактурка. Все как-то... Да, пахнет отсюда. Но я думаю, что это этими подарочными пробниками. Которые на самом деле от Леванты. Из них там что-то, как всегда, протекает. Короче, вот такой вот ворох. Вот они, эти пробники. Ой, пахнет вообще, как будто, знаете, действительно, протек. Видите, вся надпись стерлась. Ох уж эти от Леванты, ребят. Понятно, что они подарочные, что к ним особых требований типа не предъявляется. Они, наверное, недорогие. Но такое вот выходит в итоге. Не люблю от Леванты. Вот еще два. Значит, здесь название сохранилось. Не буду даже зачитывать ничего тут интересного. А здесь вообще, по-моему, то ли с белой наклейкой, то ли тоже все настолько растаяло. Короче, слезы, а не от Леванты. Ну, а вообще вы имеете право на, в зависимости от суммы покупки, до трех бесплатных от Левантов. Если хотите какие-нибудь поэксклюзивнее от Левантики, чуть-чуть доплатить придется. Рублей 10, 30, там 80 рублей. Ну, что-то такое. И вот сами ароматы, ребята. Вот, значит, герой обзора, который я покупал как тестер. Мы видим, что это товарная упаковка. И даже слюда сохранилась, просто надорвана. Просто его, по всей видимости, ну, это или возврат покупателя, или что вскрывали. Не знаю. И, собственно, в товарной версии, в товарной версии такой вот Dior от Rosewood. Обзор обязательно будет впоследствии на канале. Поэтому оставайтесь на связи, оставайтесь на линии. И новогодний розыгрыш тоже состоится. Ну, теперь-то уж точно, я думаю, в следующем ролике. Хотя, ну, все условия пока проработаешь. Это же дело серьезное, конкурс. В общем, все это я рву. Ну, а что делать? А что, цацкаться, что ли? Это, наверное, для кота ставлю. Там что-то у него дефицит грызулек. Он же все это грызет, обожает. И, ну, надеюсь, что он там не отлить наполовину, не что-то такое. Ну, с другой стороны, с чего бы? Прямо уж. Залапаны-залапаны. Видите? Залапаны-залапаны. Это не мои жирные пальчики. Не они. Давайте покажу вам коробочку, как она выглядит. Очень-очень утилитарно так сделано. Прямо совсем по-спартански. Такой картон, такие цвета, да. Такие, короче, цвета. Тут сложно, конечно, все мне прочитать глазами. Камера, может, что-то ловит. Ну и все, собственно. Такая коробочка. Да, залапаненький. Ну, пахнет, ну, скорее всего, конечно. Пшиканенький. Крышка не магнитная. Оформление такое. Ну, оно интересное само по себе. Как будто растекшийся такой металл. И это у нас, в общем, ребята, сейчас я вам все расскажу. Это у нас линейка называется Dzenia XXX. В скобочках Triple Stitch. То есть, тройной стежок, насколько я понимаю. И, значит, вот, маркетинг этот, где, что там написано. Что Эрмена Джильдо Дзеня разрушает шаблоны с коллекции Dzenia XXX. Три новых древесных аромата. Их три в этой линейке. С инновационным звучанием и в урбанистическом дизайне. Ну, про дизайн-то уж не поспоришь. Ну, интересный. Интересный. И при этом хорошо в руке, кстати, лежит. Я тут еще добавлю ему залапанности. Ну, а знаете, из пульвика мне сразу он напомнил Comme des Garçons. Amazing Green. Как ни странно. Что-то зелененькое такое. И, значит, по нотам я особо тоже ничего не нашел. Выпущены они в 2021 году. И по нотам кардамон, тимьян, листья фиалки указаны. И еще во всяких золотых яблоках, там, в Ревгоше. Verdi Gris. Verdi Gris, наверное, правильно будет его называть по-французски. Масло кардамона с ледяным аккордом. То есть, что-то такое молекулярное, понимаете. Замахивались они, ну, естественно, на какое-то нишевое звучание. Ну, и в какой-то мере молекулярное. Изображать там, вот, опять же, ноты расплавленного металла, звучание льда, ветра огня, там, вот, всяких стихий таких. Что-то вот из этой оперы. Более точного какого-то нотного листа я не нашел. И так много источников перерыл. Возможно, на официальном сайте там что-то поподробнее. И давайте нанесу. Конечно, пшиков холостых здесь не будет, потому что, ну, отюзанный он получается слегка. Ну, вот, ну, смотрите, вот масляное, что-то маслянистое и зеленое. Зеленое, эвкалипт у меня почему-то чувствуется. Масло для ингаляции. Где-то я читал в каком-то из обзоров на фрагрантике, что типа огурцом свежим пахнет. Есть огуречная свежесть. Ну, по мне так 50-50. Смешана именно огуречная свежесть с эвкалиптовым маслом и с какими-то специями. Ну, что тут получается с тимья, листья фиалки? Ну, не знаю, насколько тут листья фиалки. Очень странный, ребят. Очень всратый такой аромат. И как бы... Ну, вот есть ощущение, что как будто бы его какой-то начинающий парфюмер мешал, не понимая, как вообще, чего он хочет добиться и что должно в итоге, чем в итоге данный аромат должен звучать. Такое ощущение. Но, я думаю, здесь дело не так просто в случае вот с данной линейкой конкретно. И, ну, задумка такая была. Ну, давайте на себя нанесу, что мне не жалко. Мне не жалко. В конце концов, он тяготеет в свежую сторону, а, ну, свежаки, они не будут надоедать и душить. Ну, слушайте, прям вообще. Звучит, конечно, природный. Чем-то еще таким. Вот сейчас какая-то очень натуральная трава пробудилась к жизни. Очень такая вот пронзительно звучащая, кисленько-свеженькая. Вот какая... О-о-о! Тяжело описывать такие молекулярочки. Ну, по крайней мере, аромат из претензий на то. По крайней мере, он необычный. Это да. Это чувствуется сразу. Ну, какой-то нездешний. Укропом. Вот, мне кажется, укропом отдает. Ну, сейчас, мне кажется. Неужели я вот две минуты назад именно укроп почуял? Ну, такая вот... Какой, да, аромат. Не рассола, не солений вот этих с большим количеством укропа, а именно укроп. Как свежая зелень, но она вот замасленная в эвкалипте. Ну, вот, возможно, щепотка тимьяна какого-нибудь. Опять же, фиалки, листья. Это тоже что-то такое терпкое. С уходом в некую зелёность. Да, блин, ну, слушайте, кинза. Вот теперь кинза чувствуется, ребят. Да что ты будешь делать? Может быть, просто ассоциация с вот этими летними салатами, куда крошен и укроп и кинзу. Короче, ребят, это салат. Вот, вот что вам проще было понять, пахнет салатом из свежей зелени, с очень яркими, в первую очередь, травками. Вот эти вот свеже накрошенными. В первую очередь травки, а во вторую очередь специи, которые добавлены. Вы знаете, если просто была бы специевость в звучании, то не было бы такого вот... Здесь очень большая такая объёмная водная составляющая. То есть вот есть ощущение свежего сока. Ну, того же салатного, там, огуречного, опять же. Это так. Не знаю. Но это необычно. Это необычно. Кинзовая, эвкалиптовая, огуречная такая смесь. На рынке немного именно салатных ароматов. Ну, это для меня так, а для вас, может, вообще по-другому покажется. Ну, прям, ну, такой, знаете, с перчинкой. Такой вот ноздри щекочет. Это не просто вот... Не просто тарелка стандартного, опять же, салата, а что-то ещё сюда подмешано, добавлено. Ледяной. Ну, может быть, может быть, вот эта свежесть, она ограничивает и с каким-то таким... Ну, то есть она имеет некий ледяной оттенок. Ну, это слово марки, скорее всего, раз её в «Золотом яблоке», там, в «Вивгоше». Одно и то же они пишут, что масло кардамона с ледяным аккордом. Вот, по крайней мере, знаете, все говорят, вот эта ниша, это круто, типа, это люкс, это говно. Но... И между тем куча ниши существует, даже тот же ганимет, которые стали, ну, по крайней мере, в среде парфманьяков уже стали, ну, каким-то общим местом. Понимаете, в чём дело? Вот. И как бы они там ни звучали, ими пользуется каждый второй. Вот здесь, ну, знаете, именно по нишевости, по какой-то необычности, нездешности звучания данный парфюм посоперничает с ганиметом, ребят. Я вам даже скажу больше. Кое-где я читал отзывы на англоязычные фраги, по-моему, там, и его сравнивают с ганиметом. Я ещё почему его купил? Ну, скидка была 30%, кстати говоря, помимо прочего, на аромобутике нужно вылавливать это всё. И ещё и поэтому. Ну, то есть скидка и то, что с ганиметом сравнивают, то есть хотелось чего-то такого же необычного, обычного, но другого, не такого же надоевшего, не побоюсь этого слова, как ганимет. И, о да, я получил, знаете. Ну, очень интересный аромат. Ну, вот удалось сделать, по крайней мере, то, чего ты раньше не слышал. С пульвика, да, там, какие-то были зафанилом как-то вот этим эмэйзинг-грином, КДГ. Ну, сейчас я понимаю, что нет. Абсолютно самостоятельное произведение. Вы знаете, я не так уж и мало ароматов в своей жизни пробовал, и вот это вот. Я не скажу, что я в восторге в диком. Ну, допустим, аромат кинзы я не люблю. Я знаю, есть обожатели, прям обожатели аромата кинзы. Всюду её добавляют. Я нет. Восторга нет, но и нет отторжения. Нет ощущения, что фу, там, вот сейчас уже нет ощущения, что какой-то второклашка, там, да, на коленке своял. Нет, это именно нужно понимать концепт линейки, что они пытались, хотели донести. Но удивить у них меня точно получилось. Поэтому, ребят, рекомендую очень к затесту. Я думаю, что кого-то отвратит, а кому-то может безумно понравиться. И по крайней мере, по крайней мере, надоели эти все плюс-минус новый флакон открываешь, и он похож на тебя, на тебя, на тебя. Сразу же у тебя ассоциации с тем, с тем, с тем. А здесь всего лишь Amazing Green мелькнул, да и только. А дальше у меня ассоциации уже с какими-то природными мотивами. Вот. Из жизни. Ну, кого-то с чем. Ну, тут кинзой прям отдаёт. Но не так противно, как сама кинза настоящая. Конечно, потому что здесь букет. Поэтому, ребятки, надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его. Не забываем подписываться в наше Телеграм-сообщество. Они в первом закреплённом комментарии находятся. Там очень много полезных групп у нас. И ждём новогоднего розыгрыша. Оставайтесь подписанными. Кто не подписался, подписывайтесь обязательно, потому что розыгрыш этот новогодний, он далеко не последний. За 7 я прощаюсь с вами. Кот сидит. Греется там у себя возле батареи и молчит почему-то. Да, Гагусь? Молчит. Не хочет он общаться. И до новых скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...